Сегодня мы вновь возвращаемся к истории одного из самых уникальных спортсменов мира генетика и сила, которого покорила планету арфрестлинга То состояние Олега, которое мы имеем на данный момент, это большой подарок со стороны судьбы После многочисленных операций, которые пришлось перенести нашему уникальному рокоборцу он шаг за шагом возвращается к жизни Процесс реабилитации находится на максимуме своей интенсивности Благодаря огромнейшей поддержке мирового сообщества арфрестлинга мы имеем шанс вернуть в ряды топовых рукоборцев уникальнейшего спортсмена с его необыкновенной левой рукой Сегодня, пожалуй, нет ни одного рукоборца в мире, который бы не знал Олега Жоха А еще больше к нам приходят вопросы, что же все-таки делает Олег Жох и будет ли он выступать вообще в арфрестлинге или нет На эти вопросы мы сегодня вам, дорогие друзья, ответим А вам придется посмотреть на сюжет об Олеге и подумать, насколько сложно этому человеку все-таки будет возвращаться в арфрестлинг Я занимаюсь трех-четырех килограммовыми гантелями Роблю просто для загального развития, чтобы немного набрать форму руки Ну, пластина стоит тут, рука переломана была, закреплена пластиною Уже проведена операція была, зараз иду на восстановление Потрошечки набираю форму, чтобы хотя бы рука начала працювать Ну а дальше до тренировок еще долго буду зараз восстановленный период У нас еще зараз массажист займается, мыю левой рукою и, ну, там, разрубляет добрую кисть Так уж были обмежения, оно не так добре працювало, как раньше працювало Но все с часом, как бы, восстановляется и стоит на своем месте Сейчас самая большая проблема – это психологически вернуться в прежний ритм жизни Принять то, что уже произошло и двигаться дальше Твою натяжку уже любил Справа была моя одна из влюбленных Уникальность левой руки Олега Жохова в том, что при одинаковых нагрузках на левую и правую руку Ипертрофия левой проходит в несколько раз выше А силовые показатели в сгибании кисти и удержании рабочего угла превосходят лучших рукоборцев в мире Возможно, даже в несколько раз Ну, я право завжди тренувал, просто левая завжди была на порядок сильнейшую И легче поддавались все тренувания Правой так уж добре все получалось Но права была по силе, ну, отставала сила Ну, сейчас, как бы право доброе, я с ней могу побороться Но уровень силы совсем другой Права набагато слабенькая и бороться на ней тяжело Права была такая более техническая и не так тяжело бороться Так как писали, например, левую и правую Может, не левую и правую, но правую набагато удобнее Поэтому боротися мне правой так уж было Но удобнее была эта правая рука Визуально заметно, что мышцы на левой руке чемпиона немного атрофировались Но Олег не считает эти изменения столь существенными Олег снова вернулся к нулевой исходной точке После тяжелого перелома его коронной левой руки Не в силах поднимать вес больше 3-4 кг Данный лимит был установлен лечащим доктором Олега Моим восстановлением занимаются сейчас массажисты Они делают разные упражнения, разные массажи Также лекарь порекомендовал ездить в бассейн, чтобы разрабатывать все тело и разрабатывать руки Массажистка, которая занимается со мной Также дает мне много упражнений для рук, пальцев, плечей, перед плечами Для всего организма, чтобы все разработать Потому что уже долго не было никаких тренировок, никаких навантажей Сейчас все набирает силу, но достаточно маленькая скорость Нужно еще долго ждать, нужно сейчас, и тогда можно уже заниматься Также Олег трезво оценивает ситуацию относительно состояния своей соревновательной готовности Нужно время, нужно много работы и тренировок для того, чтобы мы увидели этого уникального спортсмена со столом И это должен быть не просто камбэк, где Жоха даст руку, а поединок, где Жох победит Я для нее не даю навантажений, потому что еще лекари не позволяют Я занимаюсь для общего развития маленькой вагой, маленькими гантелями Просто развиваю свою общую форму Но не можно тренироваться большой вагой, только маленькой, только для разминания Еще нужно, чтобы прошел время, потому что урок был малый перелом Не все так быстро восстановляется, потому что были очень большие травмы И нужно много времени, чтобы все стало на свое место Беру 3-4 кг вот такие гантели и только 4 кг занимаюсь Друзья поддерживают, мама поддерживает, сестра поддерживает Даже последним временем очень много меня назначают на видео, в которых я боролся На каких-то турнирах боролся, ну, с многими такими видатными спортсменами Я это все передивляюся Ну, побороти это есть, но я еще долгое время не смогу боролся И не смогу быть в форме, как я был раньше Багато вправ я вообще не мог делать через травмы, через все, что было уничтожено Ну, это, как бы, такая вага, которой уже можно заниматься Отчувается, но она, как бы, достаточно маленькая С большей вагой еще не можно заниматься Еще нужно время, еще рано, после всех травм Я следую за новым проектом ТОП-8 Ну, также мне будет интересно, кто же там все-таки будет победителем Кто же там будет в призах, ну, как это все пройде Мне также очень интересно, буду все смотреть Я считал, что сильнейшим там был Денис Цепленков Но он снялся Ну, он попал в больницу Его сняли с ТОП-8 И Ливанцыг, Ганашвили, думаю, так же Один из фаворитов Но это все Ну, есть еще много таких спортсменов, как Прудник, как Бабаев Ну, так же Бабаев, когда выиграл И Дениса Цепленкова Ну, было на Кубке света То, ну, это все может быть по-разному Никто не знает, как все складывается Так же Олег вспомнил, что у него должна была состояться вендетта с Виталием Лалетиным Ну, если бы не попал бы, то, думаю, что боротьба была, ну, не знаю, чи поборов бы, но боротьба была бы хорошая Вин, думаю, так же, я таким, что в ТОП-8 будет не останний Руки очень хорошие У него есть техника боротьбы такая, как бы, хорошая У него, как бы, в этом спорте Дуже, как бы, мое переваги великое Уже зараз то я не знаю, чи я, ну, буду взагалі боротися, чи мне дозволить боротися, и чи я зможу боротися Вопрос стоит ребром Допустят ли врачи Олега в соревновательный арврестлинг или нет? Даже специалисты пока не спешат делать таких поспешных выводов Надо ждать Дальнейшие этапы восстановления дадут больше информации Возможно это или нет? Ну, хочу, но я не знаю, чим, чим, чим мне дозволят, и через лякари дадут добро на то, чтобы я еще занимался Олег сейчас внимательно читает все комментарии, которые вы пишете под его видео Дуже много людей поддерживают, очень много людей пишут, даже мне в инстаграме там люди пишут, много поддерживают, мне это очень приятно Но еще нужно, чтобы все осталось на своем месте, то нужно очень много времени заниматься и восстановиться и лековаться, чтобы я начал заниматься и смог заниматься так, как я хотя бы хотел заниматься Поэтому лучшим стимулом для нашего героя со стороны вас, зрителей, это всего лишь написать несколько приятных мотивационных слов в комментарии для поддержки нашего героя Ведь помните, Олег Жоу имеет все шансы вернуться в варврестлинг И только время разделяет нас от первого боевого старта нашего чемпиона Подписывайтесь, ставьте лайки и следите за обновлениями